Вопросы, зачем мы выбрали этот матч для показа, матч, который не имеет вообще никакого турнирного значения, ни его результат, ни количество мячей, все всем ясно. Тотти не играл в этом туре и Шевченко досрочно стал лучшим бомбардиром, поскольку у Джалардино догнать его не было никаких шансов. Так зачем показывать матч Милан-Брэше? Посмотрите на трибуны, как только будет более общий план стадиона, и я думаю, что все вопросы у вас отпадут, почему мы выбрали этот матч. Потому что на Сан-Сиро аншлаг, потому что на Сан-Сиро 80 с лишнего. Посмотрите, что творится там. Это на матче, который не имеет никакого турнирного значения. Но мы будем с вами смотреть на Милан, мы будем с вами ставить такую красную матч в сезоне и поблагодарить болельщиков за мощную поддержку. Я должен сказать, что мэрия Милана, видимо, болеющая за Милан, а не за Караччелу и Руберто Баджо. У него капитанская повязка. Но Карро, арбитр, главный арбитр сегодня, непонятно. Смотрел я программу. Команды должны уйти в раскивалку и после этого начнут. Перехватили мяч гостей. Вот Руберто Баджо с мячом. Да, действительно, особенно ему никто не мешает. Андрея Пирло изобразил борьбу. Но мы с вами уже разобрались в том, что особенно мешать друг другу футболисты не будут. Конечно же, защитники расступаться перед своей штрафной не собираются. И вообще беспрепятственно позволять сопернику проникать в эту штрафную площадь. Но практически без свистков проходит эта игра. И смотреть матч, конечно же, в такой атмосфере очень приятный. В атмосфере дружеской, товарищеской. Дибьяк же помогает подняться. Иону Дальтомасону. А Карло Анчелотти, наверное, один из немногих людей, участников и наблюдателей за сегодняшним матчем. Который все это, безусловно, воспринимает всерьез. Уже держа в уме следующий сезон. Держа в уме подготовку к следующему сезону. Такова уж тренерская доля. Расслабиться невозможно ни на секунду, ни на один матч. Даже на такой, который, казалось бы, не имеет ровным счетом никакого значения. Гаттузу с мячом. Теряет его. И контратака Брэши. Ну, где Баджо? Баджо в центре. Получает мяч. Смотрит, как можно продолжить эту атаку. Подходит к штрафной площади. И очень хорошая расчетливая передача на партнера Матту Салем. Ну, и, конечно, режиссер сегодняшней трансляции будет смыкать. Да, так что касается Роберта Баджо, видите, там... Ну, и здесь же начал проявлять свои и дирижерские, и бомбардирские кайфоли, и... Вот как блестящая игра. С самим Миланом я с этим сидел. Но, между прочим, сегодня им всем противостоит Скудетто. Ну, и счет не открыт. 0-0. Кто может себя считать, даже если и не провел ни одного матча, чем в это самое... В это самое... Анчелотство, хотел сказать я. Но вот, футболкиперы, что часто в игру Диде вступать не приходилось. Удары, эту атаку. Валерио Фьори, готовляющих этого успеха. Дженаро Иван Гатузо. Миланин заводила не только для футболистов, но и для трибун. В плане перейдет капитанская повязка. Миланин отыграл в этом сезоне. Это его 30-я встреча. Хотят видеть его в сборной. Матча все-таки... ...получают игроки повреждения. Это, по-моему, вновь Карачило. Роберто Баджо оказался на газоне. А Роберто Баджо, снабдивший в очередной раз прекрасно в Карачило, который был. Ну, вот вам и Роберто Баджо. При приближении к штрафной площади в сегодняшнем матче не так много возможностей. У Баджо и Брэша из лучших защитников в мировом Европе. Поменял подбор хавбека, в том числе и с учетом наличия Руи Кошты. Безусловно, очень классный у Карли. О нем, можно сказать, примерно то же самое, что и о многих футболистах. Ну, как всегда, это бывает в исполнении Роберто Баджо. Под самую штангу направлен, что самое важное, результативный футбол. Роберто Баджо с мячом. Смотрим за его дриблингом. Ну, Гаттузо просто так. Потом он будет любопытно узнать, что заслуживает самых лестных слов за Турфикорган и Андреев в составе Милана за один сезон. Довольно в нынешнем сезоне, не только потому, что Милан стал чемпионом. Карла Амчилоти заслуживает комплиментов. Играки на самом деле, но хаббики в особенности, постоянно меняются местами. Постоянно своими маленькими чемпионами степенью проявил Дель Нерри. Но вот Баджо улучшает свои статистические. И так, без того, прекрасные статистические показатели по этому сезону дошла до невзятия ворот. А это про Берто Баджо. С мячом ворник. Будет в эфир часовая программа по итогам чемпионата Италии. И где, я думаю, мы вместе с вами обсудим все итальянский чемпионат. Баджо с мячом. Будет ли пробовать идти в штрафную? Нет у Реши. Нет или нет в положении дни игры у Роберто Баджо. А сейчас он около трибуны, где сидят болельщики Бреши. Наверное, ограничивается круг команд. То есть у Фиорентино теоретически попасть в серию А есть. Не удалось вновь в штрафной площади. А Баджо записал на свой счет результативный пас. Но как после такой передачи? Идеально подбросил именно на ту высоту Баджо, я думаю, или менее. Очевидно. Парма у Динаса 4-3. Перу Джанкон 1-0. Сам Дорио Рома 0-0. И нарушение правил фиксирует арбитр. Нарушение правил со стороны. Поле в составе Милана. Ух, какую скорость демонстрирует Баджо. И самого Несту, между прочим, обогнал. Маланду и Мальдини. Не мог бы усилить сборную. Тем более, что... Ох, что делает Баджо, а! Сколько кланов нам еще эту обводку покажут разок. Другой. Поскольку травмирован Индзаги, непонятно, что со здоровьем Вьере. В сборную. Но другое дело, что не будет 5 забита, 24 пропущено. Это второй результат лучший у Ромы. Но главное, это набранные очки. 82 очка набрал Милан. А в этом сезоне, ну вот с учетом меньше всех, 21 забит, 70 пропущено. Это на порядок больше всех. Действительно, команда нет до этого репортажа, поскольку матч подходит к концу. Здесь все ясно. Тотти в споре бомбардиров. Тотти остался на третьем месте. Джилардина, конечно, очень большой молодец. 23 матча. Ну, а здесь я сделаю паузу и присоединюсь стоя. Стоя присоединюсь к болельщику. Он еще выйдет на поле. Не правда ли? К этому пожеланию я не могу поверить, что он уходит. Не может такого быть. Весь Сан-Сиро и болельщики Брэши, и болельщики Милана приветствуют гениального футболиста, которого считают, и может быть справедливо считают, вообще лучшим футболистом мира 90-х годов. Но это уже кому как нравится. То, что футболу будет не хватать этого игрока, если все-таки он решит закончить карьеру, я думаю, это совершенно надежда на то, что он еще вернется. И режиссер прекрасно понимает, что показывает сейчас весь персонал Милана. Считает за честь пожать руку этому удивительному футболисту. который под овацией Сан-Сиро покидает поле. Продолжение следует. Время. Продолжение следует... Продолжение следует...